Привет всем! Сейчас специально для канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Мы поговорим с вами о том, как вывести глицерин с одежды. Глицерин это спирт, который очень часто входит в состав различных косметических средств, продуктовых и медицинских. Но мало кто догадывается, что глицерин очень может помогать в хозяйстве, особенно при стирке и удалении различных сложно выводимых пятен. Очищать одежду с помощью глицерина очень-очень просто, причем он борется просто с огромным количеством различных пятен. Например, это ягодные пятна, пятна от фломастеров, от карандашей, от гуаши, от краски, кофе, чай, какао и многое-многое другое. И делать это очень просто. Можно просто нанести глицерин на ватный диск и нанести непосредственно на одежду. Можно также и разводить глицерин, причем можно его смешивать. Чаще всего смешивают его с нашатырным спиртом, и это такая очень-очень сильная вещь. Также можно разводить его и солью. Но как вы поняли, глицерин в доме нужно обязательно держать, причем купить его можно в любой аптеке, и стоит он не так уж и дорого. Так что держите обязательно его дома, он вам очень пригодится. Но бывает так, что хотим мы сделать доброе дело, удалить пятно с помощью глицерина, но глицерин в обычном чистом виде попадает на вашу одежду. Остается, естественно, пятно. И после того, как вы постирали одежду, вы можете заметить, что пятно от глицерина не ушло, а осталось на одежде. Что же в этом случае делать? На самом деле глицерин не является трудновыводимым пятном, и устранить его очень-очень просто. И в этом случае нам понадобится обычная вода. Что мы делаем? Мы просто очень хорошо и долго прополаскиваем вещь в теплой воде. Конечно, вы можете поставить на полоскание, и просто вещь будет полоскаться некоторое время в машинке. Но проще всего, я думаю, руками. Просто без добавления мыла или еще чего-то справится обычная вода. Но если вы хотите, чтобы процесс, скажем так, ускорился, то можете добавить совсем небольшое количество доместеса. Но с ним нужно быть предельно аккуратным. И сначала нужно его нанести на какой-нибудь участок ткани незаметной, чтобы удостовериться, что с вашей тканью ничего не сделается. Причем доместес мы держим на одежде не более 5 минут. И наливаем буквально четверть колпачка, потому что больше не нужно. Он является очень сильным средством. Это видео было снято специально для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Если оно вам оказалось полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!